Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моем канале. Сегодня у нас очередное новое видео. Сегодня у нас мук-банг. Я решила внести некое разнообразие. Давненько мы с вами не кушали супчики. Сегодня у нас куриный суп. Такой, знаете, наваристый бульон. Дальше здесь у нас винегрет. Я люблю его, когда готовлю именно с этим... Как называлось? С фасолью. Здесь у нас авокадо, болгарский перец, йогурт. И давайте приступим. На улице обалденная погода. Сегодня прям можно куда-то сходить. Перед началом хотелось бы поблагодарить всех, кто написал теплые слова в адрес моего папы. Я впервые выложила в инстаграме его фотографию. У папы вчера был день рождения. Я поставила фотографию папы с мамой. И написала кучу просто приятных слов. Папе, естественно, было очень приятно. Так как он подписан, он следит за мной в инстаграме. Я поставила опросник, на кого я похожа, на маму или на папу. И что вы думаете? Почти 90% ответили, что я похожа на маму. То есть вообще нет сходств с папой. Но я с вами абсолютно не согласна здесь. На самом деле, мама считает, что я похожа на нее. А папа считает, что наоборот на него. Мне, как человеку со стороны, я смотрю и на папу, и на маму. Мне кажется, что я больше похожа на папу. Например, нос у меня как у папы. Потом брови я просто сделала такие. Заводской вариант у меня, как у папы. И много других черт. Правда, когда я так говорю, маме немножко не нравится. Какой винегрет вкусный. Впервые я попробовала винегрет, когда училась в школе. У нас был такой урок. Трудно звался. В общем, девочки готовили, а мальчики там что-то пилили. В общем, на первом уроке труда нам сказали, что нужно приносить продукты, из которых мы будем что-то готовить. Первый урок мы готовим. Второй урок мы сидим, это кушаем. Плюс приглашаем наших пацанов. Ну, одноклассников в смысле. И первое, что мы приготовили, это был винегрет. Я впервые просто пробовала этот салат. И в тот день мы были настолько голодными, потому что эти два урока были последними. И утром мы не позавтракали. Поэтому в этот день я прям влюбилась в винегрет. просто прекрасный салат. В общем, насчет того, что я похожа на папу. Кстати, давайте я вам сюда тоже вставлю фотографию. В другую не подписан на мой инстаграм. А это было все дело в истории. Сейчас уже такого нету. Только когда я говорю про то, что я публикую в инстаграме, посмотрите, какая ножка. Знаете почему? Потому что это деревенская курица. Она нереально вкусная. Она не сравнится просто с этими курочками, которые мы покупаем в супермаркетах. Худенькая, такая нежненькая. Но в то же время безумно вкусная. Вообще обычно почему-то у меня супы вообще не заходят. То есть когда я снимаю мукбанг с каким-то супом, он всегда набирает очень мало просмотров. Поэтому я редко снимаю. Мне почему-то кажется, что вам неинтересно смотреть, как я кушаю супчик какой-то. Но в то же самое время я думаю, что на канале должно быть разнообразие. Что-то новое. Поэтому иногда все-таки надо снимать и супы, и салаты всякие, и выпечку. И какие-то сладкие мукбанги. Вот сладкие мукбанги особенно сложно мне снимать, потому что сладкое много не съешь. Но, по крайней мере, я не могу. У меня прям племяшка, прям реально может съесть дофига сладкого. А я вот не могу, у меня сразу начинает тошнить. Так-то съесть я могу. Но чувствовать себя я буду очень плохо после этого мукбанга. А зачем жертвовать своим самочувствием? Один раз я снимала мукбанг. Пять или семь мороженых. Мне потом даже в инстаграме девчонки писали, Айка, ты там жива? Как ты себя чувствуешь после мукбанга? Я чувствовала себя просто замечательно. То есть я прям в кайф. Я ела, я вот хотела. Авокадо очень в тему. Вчера мне написали мои квартиросъемщицы. Немножко даже в шоке было, что они мне написали. Я думаю, может что-то случилось. И они там хотели уточнить карточку. Прикиньте. Заплатили квартплату на три дня раньше. Вообще очень порядочные. Очень классные девчонки. Ни капли не жалею, что сдала именно им. Видно, что люди ответственные. Знаете, откуда я это поняла? Я им говорила, что у нас вообще в Азербайджане счетчик на воду находится внутри дома. И поэтому, когда приходит человек, я не знаю, как по-русски, который работает. Вы знаете, как это сказать на азербайджанском, не знаю, как на русском. Человек, работник, который приходит, не может выписать тебе чек. Пока не зайдет к тебе домой. Ты должен просто сфотографировать свой счетчик и отправить этому человеку. Он тебе отправляет чек. Вот так вот работает эта система. Я ей говорила, что каждый месяц 2-го числа нужно обязательно отправлять показатели счетчика. И вы прикиньте, 1-го числа вечером она мне пишет. Вот вы мне сказали, что надо отправлять показатели, а номер этого человека так и не дали. А завтра 2-е число. Я такая сразу, ай да молодец. Понравилась ты мне. Потом я вспомнила, что я реально не отправляла ей. Вот мама вечно накладывает мне, например, куриный суп и очень много мяса. А я не люблю это мясо. Я люблю именно бульон. То есть в этот раз мне конкретно повезло. Девочки ответственные, классные. Увидела. Ведем. Хозяйка квартиры снимала в какое состояние. Превратили ее квартиру. За полгода студенты жили. Это просто такой срач. Это у нас в Баку, прикиньте. Как можно быть таким безответственным? Правильно делают в Европе, что берут депозит. Если что-то сломалось или в таком состоянии ты оставляешь квартиру, с этого депозита все это вычитывается. А тем самым хозяин квартиры тоже страхует себя. Ничего не спрашивали? Почему я немножко подняла квартплату? Мои прежние квартиросъемчики, они выехали. И уже новым я установила чуть-чуть дороже ценник. Почему я это сделала? Потому что все дорожает. Если вычитывать, например, амортизационное отчисление, так скажем, за каждый месяц, потому что лет через пять в этой квартире опять надо делать ремонт, переклеивать обои, менять какую-то мебель или еще что-то. В общем, все дорожает. Обои тоже. Год назад я покупала, например, обои за 17 монат за рулон. Сейчас эти же обои стоят 21. То есть прошел всего год. Видите, как подорожали обои. И так на все. А когда люди живут в квартире, это просто естественно, что что-то где-то рвется, что-то где-то портится. Насколько бы аккуратные люди не были, это имеет место быть. Плюс еще у моих квартиросъемщиц хлеб-кошка. Поэтому это как-то вынужденная мера. и квартиры подорожали. И все. Такой йогурт вкусный. Так что я очень довольна. Я очень надеюсь, что они будут жить долго. В смысле, в моей квартире жить долго. не будут никуда съезжать. То есть, когда люди к тебе с хорошим отношением, ты тоже должна отвечать тем же. На этом все, мои хорошие. Такой вот мукбанг был. Я поела. Было реально очень вкусно. Я надеюсь, что вам тоже было интересно меня слушать. И вы провели эти 16 минут со мной классно. Всех люблю. С вами была Айка. Не забывайте подписываться. Пока.